Добрый день, уважаемые наши телезрители! Итак, на часах 12.00, а значит мы начинаем программу «Полдень». В Ставрополе появился местный супергерой Ставмен, спасает жителей и гостей краевой столицы от скуки. Он призван водить туристов по знаменитым местам и окрестностям краевого центра. Видеоролик с супергероем в желтом костюме и маске появился в Инстаграм. Необычного персонажа украшает плащ со слоном, который изображен на стадионе «Динамо», а на ногах у парня нашиты наименования районов и окрестностей нашего города Ставрополя. Предлагаю посмотреть сейчас его эффектное появление. Мужик! Господи, алё! Здравствуй, дорогой гость! Здорово! Я местный города Ставрополя. Так, ты что? И я покажу тебе, куда отправиться. А какие варики? Выбирай. Так, Надежда, татарка, грушо. Не, мужик, это за город, поближе. Есть для тебя варики. Перспективный, олимпийский. Чё ещё, мамайка? О, отошла, отошла. Один именно, хочу втошлу. Хороший выбор. За мной. А, за тобой. Скорее, а то всё пропустим. Я бегу, бегу. Мужик, мне интересно. Мужик, стой. Я покажу. Ну, теперь ставропольцы точно могут спать спокойно. А мы можем рассказать, что будет в пятничном полдне. Празднование дня города Ставрополя и дня Ставропольского края не перенесли. Какие подготовили мероприятия, расскажет гость в студии. Вокальный творческий проект на финишной прямой. Какой сюрприз ожидает победителя помимо однокомнатной квартиры? Ставропольский центр занятости организует комплекс мероприятий для безработных. Поговорим об этапах этой программы. Об этом и не только в пятничном полдне. Ну что же, начинаем полдень. Впереди день города Ставрополя и день Ставропольского края. Если кто еще не знает, дату празднования переносить не будут. Программа, как обычно, интересная, разнообразная и очень насыщенная. В этот день над Ставрополем взлетят стрижи, которые вчера так сильно заинтересовали, наверное, всех ставропольцев. И можно будет попробовать ставропольские вкусности. По полочкам все мероприятия разложит наш гость. Что, где, когда, какая звезда выступит вечером. Если все же будет дождь, обо всем расскажет руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя Вячеслав Сергеевич Коршин. Вячеслав Сергеевич, добрый день. Привет. Спасибо, что пришли. Ну, готовы, да? Конечно. Начнется все, давайте по порядку, на Цалее, как обычно. Я бы даже, может быть, поговорил и о дне сегодняшнем. Потому что сегодня вечером мы открываем еще одно граффити. Мы увидели супергероя со слоном. Есть еще один не менее яркий, интересный проект. Тот же сквозной проход с площади Ленина на стадиону Динамо. По левой стороне там граффити, который днем один рисунок, ночью в лучах ультрафиолета совсем другой. Яркий, интересный. Ага, это вот девчоночки уже размещали фотографии. Да, вот сегодня официальное открытие, поэтому в 7 вечера приглашаем людей, приходите, посмотрите. Я думаю, что у Ставропольского супергероя появится не только плащ со слоном, но и футболка с этим граффити. А такое граффити наше? Ставропольские ребята? Нет, нет, нет. Ребята те же, которые рисовали и слона, кстати. Но это подарок городу Ставрополью, ко дню города и дню края. Какая популярная стена у нас на стадионе? Это не та стена, это другая, ближе к проспекту Октябрьской революции. Ну, там мимо не пройдешь, увидишь. Ну, и, конечно, если говорить про 21 число, старт мероприятий 9 утра, аллея почетных граждан города Ставрополя. Здесь мы откроем еще один пилон и будет присвоено еще одно звание почетного гражданина города Ставрополя. Хотите знать больше, приходите, в 9 утра мы вас ждем. Вот так всегда. Хотите знать больше, приходите. Приходите, да, приходите, приходите. В 10 утра официальный старт празднования дня края на площади Ленина. Там же уже в это время начнут работать выставка сельскохозяйственной техники нашей и выставка достижений промышленности. И, конечно же, ярмарка пищевой индустрии, плюс выездная торговля с новым внешним видом, сделан ребрендинг. Теперь она ассоциируется только со Старопольским краем, только с городом Ставрополем. Поэтому приходите, можно и вкусно покушать, и будет что посмотреть наш Ставрополь. И на вечерний ужин, к примеру, праздничный ужин. На праздничный обед и на вечерний ужин. Подготовить, взять обязательно. Там откроемся, мы сможем увидеть шествие уличных театров, которые приехали в город Ставрополь со всей нашей страны. Яркие, самобытные, интересные коллективы, которые сначала пройдут по площади, а потом в течение дня будут давать представления на открытых городских площадках. Александровская площадь тоже в первой половине дня начнет работу. Финальный этап фестиваля Ставропольский сувенир. Здесь не только будут выбираться сувениры бренд Ставропольского края, подведут итоги этого конкурса. Ну и, конечно, можно будет все попробовать своими руками, что-то сделать своими руками. Расписать слона, например, сделать какую-то хендмейдную вещь из хлопка, которая у нас теперь тоже культура, которая ассоциируется с Ставропольским краем. Подавить виноград, попробовать самые вкусные арбузы, попробовать яблочный джем. Все это будет сделано из продуктов, которые выращиваются на Ставрополе. А что касается сувениров Ставрополя, вообще много ставропольцев приняли участие? Много. Не один десяток заявок, и можно будет походить, все выбрать, определить и принять участие в выборе самых-самых-самых ярких брендов нашего города, нашего края. Если возвращаясь, чуть-чуть вернусь к вашему рассказу. Театральный перекресток – это вот те артисты со всей России, которые... В том числе. Естественно, и наш год театра, и краевые, и городские театральные коллективы, они в этот день уйдут на улицы и дадут представление. Это и кукольный театр, и академический театр, и наши муниципальные театры. Все будет работать, все будут радовать горожан своим творчеством. Ну, это до обеда, да? Нет, это в течение всего дня. Это в течение всего дня. Все открытые площадки – театральный сквер, каскад фонтанов от Александровской площади проспекта Октябрьской революции, сам проспект Октябрьской революции, и фонтан на Крепостной горе. Везде, везде, везде будут выступать уличные театры, но и не только. У нас по призыву главы города Андрея Александровича Джадоева все лето уличные музыканты выходили на Александровскую площадь. Мы всех записали. Со всеми познакомились, и порядка 50 коллективов и исполнителей в этот день выйдут на улицы, и тоже будут и петь, и танцевать, и стучать на барабанах, показывать какие-то нестандартные, необычные постановки. Все это будет в этот день. Главное, чтобы погода не подвела. Собственно говоря, работаем над этим. Еще неделю назад стоял сплошной дождь, сейчас уже только местами, и дай бог его не будет совсем. Далее центр... Знаменитый тысячеголосый хор будет? Вот тысячного хора не будет. Все-таки закладываемся на погоду, вдруг все-таки будет идти дождь. Дети – это наше все, это наше будущее. Поэтому детские мероприятия с крепостной горы перенесены во дворец детского творчества. Детская ассамблея – это выступление детских творческих коллективов с всей страны пройдет во дворце детского творчества. Праздник для детей будет там, на порожках дворца, в зале дворца детского творчества. Но тысячный хор, он же тысячный, он в зале не поместится. Поэтому придется в следующем году на День города, День края дать два концерта тысячного хора. На Владимирской площади. Да-да-да, сделаем трехтысячный хор. С утра начнутся мероприятия на Владимирской площади. Совместно со службой по контракту, совместно с 49-й армией будет проводиться большое мероприятие патриотической направленности на Владимирской площади. Это и выставка вооружения, выставка боевой техники. Все, чем по праву гордится наша армия, будет представлено на Владимирской площади. Вот эти вот уже знаменитые стрижи пролезят над краевой столи. Степенно подойдите. Там пройдет посвящение в юноармейце. К Ставропольскому краю будет передана официальная копия знамени Победы. Губернатор примет эту копию от представителей Министерства обороны. Ну и, конечно же, стрижи, которые вчера так взволновали наш город, как гусары 19-меки, так стрижи вчера. Да, показательное выступление стрижей. Ожидается, что это после 12.30. Точнее, мы сейчас не скажем, это будет уже решение приниматься именно в этот день. Но 6 самолетов в течение 30-40 минут будут летать над нашим городом и показывать фигуры высшего пилотажа. Это первое полное дня. Во второе полное дня на Владимирской площади состоится уже традиционное для города Ставрополя посвящение в студенты, первокурсников этого года, полторы тысячи человек. Мы готовим флешмоб. В прошлом году это были цифры 1-7-7-7. И на площади Ленина. Да, в этом году на Владимирской площади. И мы сделаем большой такой огромный флаг города Ставрополя и флаг Ставропольского края. Сколько маечек нужно подготовить для такого флага? Не буду говорить про маечки. Я знаю, что ваш телеканал будет все показывать, освещать. Все увидим. Да, все увидим. Либо люди придут сами на площадь, либо увидят в эфире вашего телеканала. После посвящения у нас там пройдет еще фестиваль команд КВН. Наших городских лучших команд, участников Кубка Губернатора. Они выступят в своей программе. Новое светомузыкальное шоу на фонтане. Новые композиции абсолютно. Так что это тоже стоит. Которые потом тоже будут крутиться. Да, да, да. Они попадут в ротацию, будут еженедельно крутиться. Но завтра презентация 10 новых треков прозвучит. Будут исполнены на фонтане. И затем опен-эр дискотека. Приезжает Дюша Метелкин, группа USB, телеканал ТНТ. Они будут выступать, крутить дискотеку. Так что я думаю, что будет ярко, весело, интересно. Это Владимирская площадь. В центре города ключевыми моментами станут, конечно же, финал проекта. У меня есть «Голос-2» на площади Вене. Вы подробнее расскажете самостоятельно. Мы наградим победителей конкурса «Что я сделал для города Ставрополя». Итоги мы уже подвели. Ну, как и в прошлом году, тоже в День города играет. Да, традиционно уже пятый год. Мы награждаем победителей именно на сцене, на главной сцене праздника. Выступление звезд российской эстрады. Елена Караулова, Владимир Пресняков. И, конечно, фейерверк. Яркий, красочный, самый красивый в мире фейерверк. 22.00 завершит праздник. Еще о нескольких площадках нужно обязательно сказать. Город Ставрополь, Ставропольский край многонациональный. Народы живут единой дружной семьей. И в парке Центральном с утра, с 10 утра будут работать национальные подворья. Выступят национальные творческие коллективы. И с 10, где-то ориентировочно до 2 часов дня, мы приглашаем горожан и гостей из столицы в парк Центральный на это мероприятие. И в парке Победы тоже пройдет много мероприятий. Одно из них федерального уровня. Это конкурс «Слингомама». 20 участниц из разных городов страны приехали. Частенько к нам приходят. Да, да, да. Вот, ну, завтра, завтра у них итоговое мероприятие. Они в парке Победы, в 12 часов начнется этот праздник. В парке Победы в 15.00 пройдет фестиваль инклюзивного творчества. Люди с ограниченными возможностями вместе с обычными горожанами будут выступать на одной сцене. Такое, берущее за душу яркое мероприятие. Поэтому тоже приглашаем горожан его посетить. Ну и вечером в парке, как всегда, и концерт. Солисты группы тату и группы краски будут раскрашивать и татуировать Ставропольскую концертную программу в парке Победы. Ну вот так вот, если крупными мазками об основных мероприятиях. Ну вот и в завершении беседы, как вы день про? Я, конечно, понимаю, у вас дел много. Везде нужно побывать. Ну где? Где вы будете? Я чувствую, что я буду везде. Распланироваться. Да, да, да. Ну планироваться не получится, но благодаря тому, что мы в единой связке с краем работаем. И с Министерством культуры, и с Министерством образования, и с Министерством спорта. Все у нас получится. Кстати, вот если говорить о спортивных мероприятиях, то основные спортивные мероприятия, посвященные Дню города, они пройдут в воскресенье. Это и мотопробег с Владимирской площади, байкеры с влагами проедут через весь город на Крепостной гору. На Крепостной горе очень много мероприятий. Это и чемпионаты города по различным видам спорта, и показательные выступления, боемиксеров, различные школы единоборств, стритбол, баскетбол. Ну, очень много спортивных мероприятий будет и на следующий день. Поэтому в первый день погуляли, на второй день пошли восстанавливать здоровье. Погуляли еще раз. Спасибо за такой подробный анонс. Еще раз напомню, у нас в студии руководитель комитета культуры и молодежной политики администрации города Ставрополя. Вячеслав Сергеевич Коршун. Спасибо вам. Увидимся завтра на Дне края и Дне города. Всего доброго. Ну что же, друзья, завтра в день города Ставрополя и Ставропольского края в Кровом центре еще пройдет и финал творческого проекта «У меня есть голос». Позади отборочные этапы большого народного голосования. Победителя, кстати, этого этапа тоже назовут завтра. На нашем сайте завершилось интернет-голосование. То есть определился 20-й финалист вокального проекта. И уже завтра все финалисты поборются за звание лучшего голоса Ставропольского края и за главный приз – квартиру в Кровом центре. Она предоставлена генеральным спонсором проекта строительной компании «Восток-7». Квартира находится в жилом комплексе «Родники» в тихом экологически чистом районе рядом с родниками и, естественно, лесом. Состоит из пяти шестиэтажных кирпичных домов и гаражей боксового типа. На территории комплекса есть парковка, детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Но это еще не все призы. Ноутбук достанется победителю интернет-голосования. Спонсор – компания «Зеленая точка». Это российский интернет-провайдер, предоставляющий домашний безлимитный интернет и цифровое телевидение в 18 городах нашей страны. Итак, финальный галоконцерт творческого проекта «У меня есть голос» пройдет на главной площади региона. Это потрясающее шоу, которое соберет вместе финалистов, организаторов, жюри, болельщиков и гостей нашего города. А еще, если у вас не получится прийти в это время на площадь, то включайте свое ТВ 18 на 0. Финал мы покажем в прямом эфире. И еще напомним один момент. Победителю творческого проекта «У меня есть голос» поедет на всероссийский вокальный конкурс «Новая звезда». Что его ожидает, или что ее ожидает, расскажет наш гость. Это продюсер по подбору участников конкурса «Новая звезда» Павел Воеводин. Павел, добрый-добрый день. Добрый день. Спасибо, что уделили время и пришли к нам в студию. Как Ставрополь? Ставрополь прекрасен. Я просто, к сожалению, пока не успел посмотреть его достопримечательности и окунуться в атмосферу города, потому что я фактически с кораблям на бал, а именно с самолета к вам в студию. Впервые в городе? Да, впервые. О, ну, я думаю, вам есть на что посмотреть. Очень удобно, что на день города и день края попали. Да, безусловно. Итак, сначала поговорим о конкурсе. Конечно. Что за конкурс? Кто еще не знает? «Новая звезда» — это, если говорить глобально, то это, наверное, что-то вроде всероссийского Евровидения. Объясню, почему. Почему? Потому что в проекте участвует вся страна, в нашей стране 85 регионов, и мы от каждого из регионов находим лучшего исполнителя и привозим их в Москву на одну нашу большую, прекрасную сцену. Где они, соответственно, выходят со своими песнями, которые они нам присылают, современными или, возможно, авторскими, но это бывает реже, а уже на полуфиналах и финалах. Мы пишем им абсолютно новые премьерные песни, которые нам пишут достаточно именитые композиторы, и выходим уже с новинками в эфир, и чтобы нас начинали уже узнавать и любить артистов наших с их песнями. Ну вот если взять 2019 год, не берем Ставропольский край, потому что понятно, кто поедет, по какому отбору поедет участник на конкурс. В других регионах как проходит отбор? Там тоже какие-то подобные творческие проекты проходят? На самом деле проекты проходят, периодически нам тоже так же звонят, и я езжу так же в жюри проектов региональных, чтобы посмотреть на ребят, кого-то даже, возможно, выбрать сразу. Сейчас сразу на ум приходит от Республика Коми, причем устраивал подобные мероприятия именно наш участник, который был на первом сезоне после нашего проекта. Он как раз и загорелся тем, что делать подобные региональные вещи у себя в регионе. А в основном, безусловно, мы проводим кастинги масштабные, пришло тысячу заявок, проводим и онлайн-кастинги, и живые кастинги в Москве. Периодически ездим мы по самим городам, совместно с Министерствами и культурами пытаемся сотрудничать, и это у нас получается, безусловно. Поэтому делаем достаточно большую-большую работу и пытаемся действительно отбирать достойных ребят от регионов. А какой год уже новая звезда проходит? Если считать с момента первого сезона, то это будет пятый. Пятый год? Да. А вот Ставропольцы фигурировали уже в этом конкурсе? Безусловно, каждый год, конечно же. Каждый год, да? Теперь вернемся к проекту, к нашему проекту творческому. У меня есть голос. Ну, наверняка познакомились с участниками. Как вам? Такие претенденты? Есть уже такие вот наметки? Я посмотрел на самом деле и отборы, которые были в разных частях региона, и также, естественно, посмотрел отдельно всех финалистов. Что хочется сказать? Уровень достаточно хороший. Ребята все участвующие, безусловно, талантливые. Причем очень радостно, что участвуют как и совсем маленькие детишки, так и взрослые люди. Безусловно, есть кто-то лучше, безусловно. Это как бы конкурс, и в любом случае приходится делать выбор. Но посмотрим, что будет завтра, и я думаю, что все пройдет прекрасно. Главное, чтобы ребята чувствовали себя на сцене спокойно, были настоящими артистами и просто наслаждались тем, что они находятся на этой сцене без волнения, без каких-либо мандражей. Ну, это, наверное, главный критерий в проекте. А какие еще вообще? Есть возрастные ограничения, к примеру? В нашем проекте есть возрастные ограничения. Это от 16 лет. Верхней планки у нас нет. Поэтому от 16 и выше. Но, так как я посмотрел, у вас есть ребята, которым менее 16 лет, есть и хорошая новость. Поэтому, если будет победитель младше 16 лет, у нас есть проект «Юная звезда» как раз-таки для детишек от 8 до 15 лет. Если так случится, что, повторюсь, победителем будет участник менее 16 лет, то мы его спокойно можем взять в другой проект наш. Ну, так, победителю или победительнице? Да. Что предстоит? Вот. Тот, кто стал главным голосом Ставропольского края. По этапам. Участник, который стал победителем вашего конкурса, будет представлять свой родной край Ставропольский на нашем телепроекте. Новый сезон начнется уже в будущем году. И его ждет, я надеюсь, как минимум колоссальный опыт встречи с профессионалами своего дела в музыкальной индустрии. Это работа в команде. И, что немаловажно, это огромнейшее количество знакомств с талантливыми ребятами со всей страны. Потому что они будут все вместе. Я правильно понимаю, это все в один этап? У нас съемки и проект проходят в несколько этапов. Первый этап, это как раз-таки мы собираем все 85 регионов и проводим первый тур, из которых уже выходит порядка 24 полуфиналистов. Это уже следующий тур. Следующий тур и следующий этап съемок. Очень интересно. По времени сколько оно займет? Если начинать с того, что с момента выбора всех участников до последних съемок, это где-то полугода. Это большая работа. Мне кажется, нужно подготовиться к этому моменту победителю. Что ожидаете вообще от завтрашнего шоу такого вокального? Я просто хочу получить искреннее удовольствие от артистов на сцене. Я не буду говорить сейчас, что конкретно, там, танцы или какой-то вокал. Я просто действительно хочу просто насладиться прекрасными голосами, прекрасными людьми, участниками, которые будут находиться на этой сцене. Вот и все. Мы тоже. Спасибо вам большое. Приезжайте к нам в Ставрополь еще. Я надеюсь, вы найдете время, чтобы посетить наш каравой центр и все его достопримечательности. А может быть, куда-нибудь за город съездить. Надолго здесь, кстати? До воскресенья. Не успеете. Два дня это очень мало. У нас много, что нужно посмотреть. Вот так вам, на скидочку. Еще раз напомню, у нас в гостях продюсер по подбору участников конкурса «Новая звезда» Павел Воеводин. Вам хорошего дня и хороших выходных в Ставрополе. Спасибо взаимно. Всего доброго. Ну что ж, друзья, я напомню, что уже завтра мы будем праздновать День города и День Ставропольского края. Еще 21 сентября запомнится многим молодоженам. Именно в эту субботу ожидается настоящий свадебный бум. Ведь да, так красиво. Ну согласитесь, 21-09-2019. Некоторые уверены, что гороскоп момента регистрации влияет на будущее отношения супругов. Ну что ж, продолжение темы «Советы нумеролога». Приветствую вас, друзья, на календаре. Сегодня пятница, 20 сентября 2019 года. Цифра дня в нумерологии 23. Цифра дня во всех голубых, небесных, дымчатых, аквамариновых тонах. Число удачи сегодня пятерка. В нумерологии этот день называется День управляющих. Любая информация, полученная сегодня, может стать для вас правильной, верной и нужной, активизироваться в ближайшем будущем. Избегайте любой спешки и лени. При этом также сегодня не стоит сомневаться, не дайте своим страхам остановить вас. В такие дни особенно полезно чтение, самообразование и общение с глубокими людьми. Дети, рожденные сегодня, особо будут успешны в творческих профессиях. В плане здоровья обратите внимание на позвоночник. Полезны занятия йогой и растяжкой. В отношении красоты сегодня хорошо состригать кончики волос. Это добавит вам тонус к жизни и обновит вас новой энергией. Хорошего вам всем дня и самых замечательных ярких выходных! Ну а мы продолжаем полдень и теперь о творчестве. Итак, испанское художница использует свои ладони, руки и ноги в качестве холстов для невероятных рисунков. Выглядят они, ну, как необычные татуировки. Девушка увлекается такими зарисовками уже давно. Раньше она создавала их на бумаге, но затем от скуки нарисовала здание прямо на своей ноге. И результат ей настолько понравился, что она решила частично отказаться от бумаги в пользу собственной кожи. Рисует ручкой или специальными маркерами. Картины на коже – это знаменитые соборы, мосты и другие популярные архитектурные достопримечательности абсолютно со всего мира. Вот знаете, я так на уроках или на парах делала. Ну, такие рисунки, конечно, были не очень красивые. Ну, не суть. Да, для такого искусства необходимо еще и красивое тело, и мы над этим сейчас и поработаем. Так что подходите ближе, начинаем тренировку. Всем привет, это рубрика «Заряжайся». Меня зовут Виктория, и сегодня мы находимся в Ботаническом саду. Привет! А что ты здесь делаешь? Привет! Любуюсь на лотос. Этот цветок цветет всего лишь два дня. И, кстати, он занесен в Красную книгу. И уже буквально через несколько минут он закроется. Чем занимаешься? Чича-бассейн. А ты знаешь, что это за цветок? Конечно, это зимущая кувшинка. Кстати, их там очень много. Привет! А вы здесь чем занимаетесь? Мы смотрим на кувшинки цветущие. Не хотите с нами сделать зарядку? Конечно, хотим. Сегодня наша зарядка для практикантов и гостей Ботанического сада. Первое упражнение – разомнем колени. Ладони кладем на колени и вращаем в одну сторону четыре раза. Два, три, четыре. В другую. Раз, два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – разминка голеностопа. Вращение вправо. Два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три, четыре. Левая. Раз, два, три, четыре. В обратную. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – присед. Стопы на ширине плеч, бедро голен 90 градусов и присед вниз. Параллель, подъем. Два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение – выпад. Правую ногу назад, колено в пол. Подставили. Левую ногу назад, колено в пол. Подставили. Три, четыре. Раз, два, три. Закончили. На сегодня зарядка окончена, и мы все официально заряжены. Ну что же, девчонкам и ребятам, спасибо за отличную зарядочку в таком живописном уголке нашего краевого центра. Мы продолжаем. Знаете, мало кто знает, что сегодня в нашей стране отмечается День секретаря. Официально такого профессионального праздника в России нет. Но в 2005 году инициативная группа секретарей решили исправить эту несправедливость и предложили учредить праздник. А отмечают его в третью пятницу сентября. Так что, уважаемые секретари, с праздником вас. Ну и еще о профессиях, работе, а точнее о поиске работы. Ставропольский центр занятости организует комплекс мероприятий, который позволяет безработным выявить свои потенциальные возможности, получить государственные услуги по содействию самозанятости и дополнительные знания для ведения уже своего дела. Кстати, только за последние 10 лет в крае из числа безработных стали предпринимателями около 8 тысяч граждан. Какие этапы входят в эту программу и все ли безработные могут принять в ней участие, об этом и многом другом поговорим с нашим гостем. У нас в гостях заместитель министра труда и социальной защиты населения нашего Ставропольского края Борис Викторович Семняк. Борис Викторович, добрый день. Добрый. Давно проводятся вот такие мероприятия в крае у нас? Да, такой очередной крупный этап, когда мы это направление заложили вообще в ежегодную программу, начался в 2009 году. Как раз 10 лет назад это была первая волна финансово-экономического кризиса, когда высвобождение и увольнение по краю носило массовый характер. Необходимо было принимать дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда. Тогда в целом увеличились объемы обучения. Объемы по-другому начали работать с работодателями. Делали все, чтобы предотвратить массовое увольнение, чтобы люди не потеряли работу. И тогда одно из дополнительных мер как раз-таки подключилось в нашу краевую программу занятости. Это программа поддержки предпринимательской инициативы среди безработных граждан. Вообще цель основная службы занятости – найти людям работу. Помочь людям найти работу. А по части предприятий помочь подобрать персонал. Разные механизмы есть. Пришел человек, соответствует уровню квалификации тем вакансий, что заявили. Значит быстро предлагаем, направляем на трудоустройство, завершаем наше общение с гражданином. Но не всегда так получается. Во-первых, территориальное несоответствие. В городах работу найти всегда проще, в селе чуть сложнее. Смотрим. У нас всегда анализируем причины. По какой причине не смогли найти работу. Если просто нет вакансий, значит берем для себя какой-то период, в течение которого начинаем поддерживать человека через выплату пособия по безработице. Кстати, в этом году, с 1 января, размеры пособия по безработице у нас увеличились. Это было принято такое федеральное решение. На территории всей Российской Федерации, если у нас раньше максимальное пособие было 4900 рублей для людей свежеуволенных, то теперь это 8000 рублей. Минимальное с 850 до 1500 поднялось, да, в два раза. Для людей предпенсионного возраста в размере минимального размера оплаты труда – 12280. Если уже все-таки в причины нетрудоустройства закладывается несоответствие квалификации, да? То есть переквалификация. Переквалификация, да. Нужно понимать, как, на кого и когда переобучить. Ну а вот если, к примеру, простите, что перебью, если человек без работы, ну, многие же бывают такие, я не знаю, к примеру, чем заниматься, вот бывают такие, вот здесь идет тоже какое-то предложение, поддержка, помощь и так далее. Обязательно. Какая? Нет, квалификация есть, нет какие-то психологические проблемы, да, присутствуют, нет самоуверенности, человек боится найти новую работу, боится перейти на новую квалификацию. Здесь обязательно подключается наша команда психологов, мы проводим мероприятия по социальной адаптации, выводим его на рынок труда. Но не всегда человек готов работать на кого-то, потому что самозанятость, то, о чем мы сегодня говорим, это тоже работа, но только на себя. И вот здесь как раз-таки у нас есть комплекс мер, когда нам нужно этих людей подобрать, отобрать, посмотреть их предпринимательский потенциал. Такие начинающие бизнесмены. Начинающий бизнес, он есть, в нем есть как много рисков, вот, так есть, конечно, и успешные такие идеи, ежегодно с ними приходят к нам люди, в большом количестве. Конкурс, правда, у нас очень большой, вот. Тема дорогая, размер одной финансовой помощи 75 тысяч рублей на человека, кто сейчас заулбается, ну какие же это деньги, да. Да, зачастую те люди, которые с успешными проектами к нам приходят, они уже имеют какое-то накопление. Наша финансовая помощь помогает стартануть, погасить какие-то накладные затраты, которые в любом случае будут сопутствовать с открытием собственного дела. Приносят бизнес-план. Мы собираем комиссии специально. В комиссии входят работники службы занятости, работники налоговых органов, где-то правоохранительных органов, где-то сообщество предпринимателей. Мы все вместе собираемся, смотрим на бизнес-план, проект и решаем, вообще он жизнеспособен или нет. Но человек обязательно должен, да, со своим бизнес-планом прийти? Да, обязательно. Если сложности в составлении бизнес-плана, идея хорошая, но не хватает какой-то экономической основы, да, там и так далее, мы в любом случае в программу подготовки вводим программу обучения. Основу предпринимательства, основу бухгалтерского учета, основу налогообложения. То бишь, если мы уже выбрали потенциального претендента, мы обязательно через программу обучения должны его провести. Сроки, как вы спросили, разные, от месяца до трех. Все в зависимости от сложности программы и ее содержания. В любом случае, все это в конце заканчивается заседанием комиссии, принятием решения, что именно этот человек готовь получить от нас финансовую помощь. Она ему выдается, правда, под определенные условия. Ты в течение двух лет не должен закрыть свой бизнес, должен успешно существовать, платить налоги и так далее. Ну, я думаю, человек для этого и идет к вам. Ну, не всегда у многих начинаются сложности, да, какие-то финансовые проблемы. Поэтому задача службы занятости не просто выдать помощь и отстать от него, да, нужно сопровождать, помогать и финансово поддерживать. Вот здесь у нас есть очень много направлений. Наши безработные, получившие помощь, открывшие собственное дело, ставшие индивидуальным предпринимателем, вообще в первоочередном порядке претендуют на наши субсидии государственные. Что мы делаем? Если ты работаешь не один, а нанял себе работников, мы готовы по части программ компенсировать твои затраты и обучить их бесплатно. То бишь в этом году, в рамках национального проекта «Демография», если у тебя работники предпенсионного возраста и им необходимо повышение квалификации, пожалуйста, обращайся к нам. А если, к примеру, он там нанял работников 20, 30, 40, всех? Без исключения. У нас нет никаких ограничений по количеству, но только в части работников предпенсионного возраста. Размер субсидий 52 тысячи на человека. Срок обучения до трех месяцев. Можно как повысить квалификацию, так и получить новую профессию. Пожалуйста, договаривайся с образовательной организацией, плати, зачисляй, сдаете экзамены, предоставляйте нам пакет документов, мы компенсируем затраты. Да, при одном условии у тебя не должно быть задолженности по налогам. Поэтому эта часть еще и как-то дисциплинирует наших работодателей. Если ты хочешь взять на работу по окончании учебного заведения молодого выпускника, мальчика, девочку, которые еще не могут работать, тебе надо еще и к нему и наставника представить. Мне кажется, им и сложно будет и бизнес-план. Вот я вот почему поинтересовалась по поводу бизнес-плана. Молодым специалистам сложно даже его составить, потому что многие даже не знают, как это делать. Мы помогаем. Мы помогаем составить этот бизнес-план. И я возвращаюсь к тем комиссиям, которые мы формируем. Нам вообще надо понимать в конкретной территории, какой нам новый индивидуальный предприниматель нужен. Это еще 15-я парикмахерская или маникюрный салон, или это транспортные услуги, может быть, пассажирские перевозки. Поэтому здесь надо смотреть и стыковать, какая конкуренция в той или иной территории присутствует, чтобы он ее выдержал и успешно существовал. И, как я уже сказал, мы дальше финансово поддерживаем, помогаем. По части трудоустройства выпускников взял на работу выпускника, можешь к нам обратиться. Мы первые три месяца будем компенсировать тебе зарплату на этого молодого специалиста. Если найдешь наставника из числа наиболее опытных, и наставнику будем компенсировать зарплату. Дальше поддерживаем. Именно оказание грантов в части дальнейшего развития бизнеса. Их два. Если принимаешь на работу инвалида, то можешь претендовать на получение гранта в размере 75 тысяч рублей. Трудоустраиваешь инвалида и тратишь эти деньги на все то, что необходимо для создания рабочего места. Дальше. Если хочешь дальше развиваться и тебе такая необходимость есть, не хватает тебе финансовых средств для какого-то скачка. В 2018 году мы в качестве пилотного региона опробовали эту программу. Выдаем нашим индивидуальным предпринимателям, опять же, в первую очередь тем, которые у нас ранее получили финансовую поддержку, грант в размере 200 тысяч рублей. Условия. Создаешь два рабочих места, принимаешь на работу других незанятых граждан. А зачастую наши индивидуальные предприниматели имеют в своей семье кого-то из безработных. Может быть, они у них подрабатывали. Семейный бизнес. Абсолютно видно. Здесь уже официальное трудоустройство. В 2018 году откатали такую программу. Неплохо получилось. 66 грантов мы выдали. 2020 год у нас пока перерыв. Анализируем, смотрим. Сейчас совместно с Министерством труда Российской Федерации планируем вернуть эту программу в 2020 году. Пока ничего не могу сказать. Федерального документа нет, но планируем. Опять же, тот же грант, те же 200 тысяч. Условия не сильно ограничены. Во-первых, смотрим, сколько ты на рынке труда. Чем старше ты на рынке услуг либо производства товаров, тем у тебя больше шансов этот грант получить. Какое количество персонала у тебя уже работает. Если ты один или два, человек приходит, индивидуальный предприниматель с 12, там, конечно, у него шансов больше. И по каким профессиям, специальностям ты будешь создавать новые рабочие места. Вообще, что это за сфера деятельности? Я вот хочу уточнить сразу по некоторым моментам. Как вы сказали, большой конкурс. Большой конкурс вот именно начинающих бизнесменов. Сколько на одно место людей? По-разному. В городах это до больше 10 человек. В сельской территории это до 4. Мы в год по примерным нашим подсчетам и по объемам финансирования порядка 100 грантов выдаем на начало, на старт своего бизнеса. Почему так мало? Потому что на сегодня проблема поддержки безработных, она во многом изменилась по сравнению с тем, что я рассказывал по 2009 году. Тогда количество выдаваемых видов финансовой помощи на одного безработного доходило до 1000-1500 единиц. Поэтому мы за 10 лет накопили порядка 8000 человек. Сегодня это точечная адресная поддержка. Не готов работать пока наемным работником, готов открыть собственный бизнес, пожалуйста. Но ты должен пройти несколько стадий согласования. Мы-то тоже должны уверены, что именно этот индивидуальный предприниматель будет работать нами и год, и два, и три, и так далее. Будет принимать на работу наших безработных. Ну а если все-таки бизнес, как говорят, не пошел? Не пошел. Если это случилось до двух лет, когда ты ее взял, эту финансовую помощь, ты ее в добровольном порядке возвращаешь. Никаких санкций здесь не будет, если в добровольном порядке. Если спустя по истечении двух лет у тебя случились какие-то финансовые проблемы, такие случаи у нас были в крае, но они очень редкие. Зачастую индивидуальные предприниматели после нашей дальнейшей финансовой помощи, те, о которых я сказал, все субсидии, все гранты, финансовая помощь на поддержку бизнеса и так далее. По части Министерства экономического разметия мы в разрезе 2011, 2015, 2016 годов наших бывших безработных направляли в Минэкономики Край. Там были достаточно тоже серьезные гранты на развитие бизнеса до 300 тысяч рублей, до миллиона были такие программы поддержки. Поэтому стараемся вместе, насколько это возможно, решать проблемы, чтобы наши люди не закрыли свой бизнес. Но если все-таки по истечении двух лет случилось, то финансовые обязательства перед нами выполнены, а дальше уже это его дело. Понятно, что если бы у тебя были свои сбережения, и ты бы открыл бы собственное дело, да и ты можешь его через неделю закрыть. Но здесь, конечно же, взаимоотношения с государством под определенные условия, определенная ответственность. А вот какие самые популярные бизнес-адеи приходят в голову нашим жителям Ставропольского края? И тут хотелось бы выделить и городскую местность, и сельскую, потому что оно все равно разнится. Нет никаких различий. И в городской, и в сельской местности у нас девочки открывают салоны красоты. Работают дома, оказывают маникюрные, педикюрные, парикмахерские услуги и так далее. И в городской, и сельской местности у нас ребята открывали производство пластиковых окон, казалось бы. Если смотреть по стоимости бизнес-плана, да, это были серьезные деньги. И наша финансовая помощь вот как раз-таки была копилочкой в тот старт, который они заложили. От миллиона и выше эти финансовые планы начинались и так далее. Но тем не менее, наша помощь помогла. Наше мероприятие, оно, конечно же, нужнее в сельской местности. Потому что, возвращаясь к началу разговора, человек к нам приходит, наша задача подобрать ему работу. Да где это проще сделать? Ну, конечно, в городской местности. Но когда к нам приходят ребята из сельской местности, безработные граждане, начинаем все возможные варианты смотреть. Не всегда даже и обучению получается предложить. И поэтому самозанятость, это палочка-волучалочка, зачастую в отдаленных сельских населенных пунктах, если человек хочет открыть крестьянско-фермерское хозяйство, заняться разведением птицы домашней и так далее, нам нужно откликнуться на эту просьбу и поддержать его. Поэтому у нас из 100 субсидий, цифра варьируется от 70 до 100, пока это наша средняя величина такая, из 100 субсидий мы более 60% направляем в сельские территории, а то и больше. Борис Викторович, а вот такой вопрос. Если человек работает, вот в данный момент работает на другого дядечку сейчас, но хочет открыть свой бизнес, он может принять участие, либо только безработные? Только безработные. Если он увольняется, приходит к нам в центр занятости, мы не подбираем ему работу. И невозможно пока это сделать. Начинает период начинаться по выплате пособия по безработице. Мы видим, исчерпаем ли мы все возможности для его дальнейшего трудоустройства, параллельно работаем с ним над проработкой его собственного бизнес-плана, не запрещаем ему. Не всегда наши услуги по организации предпринимательской деятельности заканчиваются выдачей финансовой помощи. Мы его можем обучить основам предпринимательства, и он может стартовать со своим собственным капиталом. Услуга более широкая. Финансовая помощь – это одна из этапов. Что касаемо обучения, кто проводит? Тоже вот такие, скажем так, коренные бизнесмены, которые уже в бизнесе много-много лет и давно на плаву и знают все нюансы и так далее? У нас есть большой перечень постоянных партнеров. Это учебные центры, подбор образовательных организаций, куда мы наших безработных отправляем от того, что я сказал, до парикмахеров, поваров и так далее. Секретарей, бухгалтеров, юристов, разные профессии и направления собрали вакансии по территории, посмотрели, кто нужен. Поставили людей, посмотрели, кто соответствует и начинаем распределять. Да, наша задача при пронивании программы обучения – посмотреть, кто нужен работодателю и чем мы располагаем по трудовым ресурсам. И одни из них как раз-таки основа предпринимательства. И вот учебная и образовательная организация, которую мы подбираем, начиная от учебных центров, техникумов, колледжев, институтов на основании законодательства о закупке товаров, работы, услуг – это государственный заказ. Кто выигрывает конкурс, тот и работает с нами по обучению граждан. Понятно, мы получаем обратную связь. Понравилось ли вам? Что вам зачитывали? Какое было содержание программы? Как только слышим негативных, сильных негативных отзывов нет, негативные отзывы все-таки встречаются, стараемся с образовательным центром все-таки решать эти вопросы по изменению и преподавателю, и содержанию программы и так далее. Потому что то, насколько он получит знания, наш безработный граждан, тоже зависит успех от того, как он потом будет вести свое дело. И еще по подбору тех людей, которые в дальнейшем будут участвовать в данной программе. Вот, к примеру, там старт с октября, либо с ноября, либо же это в течение всего года. То есть есть, могут... С 10 января, как только финансовый год начался, все средства из краевого бюджета, финансовая помощь оказывается стартовая, дополнительная, те, о которых я говорил, в том числе субсидии. Там есть и софинансирование из федерального, и из краевого бюджета. Поэтому с 10-го, с 15-го января, как только начинают работать центры занятости, мы начинаем подготовительную работу по отбору безработных граждан, по изучению их бизнес-проектов. Вот, выведение на рабочую группу комиссию, предварительная подготовка, кого-то надо, как я уже сказал, направить на переобучение. И дальнейший заключительный этап выдачи финансовой помощи, помощь и отслеживание в течение двух лет, работает, не работает, платит налоги, что у него происходит, необходима ли дополнительная помощь, консультационная, либо еще финансовая. Значит, заходи к нам в дополнительную программу на оказание и получение грантов, субсидий и так далее, и так далее, и так далее. Не бросая. Спасибо вам большое за полезную беседу, я думаю, телезрителям действительно полезно, так что, если вы безработные, до 10-го января, в принципе, время еще есть, главное подготовить этот бизнес-план, но, опять же, можно обратиться за помощью. Маленькое дополнение, 24-го октября по территории всего края, два раза в год, весной и осенью, состоится единый день трудоустройства, в каждом районе города пройдет единая ярмарка вакансий, поэтому приглашаю всех жителей края посетить. Если вы хотите сменить работу, это как раз-таки та возможность. Еще один важный момент. Вам спасибо за беседу. Еще раз напомню, у нас в гостях заместитель министра труда и социальной защиты Ставропольского окронаселения Ставропольского края Борис Викторович Сняк. Вам хорошего дня. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. А я еще раз напомню, завтра празднование дня города Ставрополя и дня Ставропольского края. Ничего не перенесли. Так что не сидите дома, одевайтесь теплее и вперед праздновать. Кстати, как обычно, в конце программы мы подготовили небольшой обзор мероприятий сегодня вечером и на выходных, может быть, и вам что-нибудь понравится. Яркими эмоциями и романтикой будет наполнен сегодняшний вечер. В Пятигорском театре опереты постановка «Графиня Морица». Эта зажигательная оперета считается самым венгерским произведением автора. Она полна национальных танцев, мелодий, характерных типажей. «Морица» — это сразу несколько любовных историй с интригами, необычными развязками и тонким юмором. А еще вечер этой пятницы запомнится ярким спортивным событием — гандбол, суперлига, пари-матч. На площадке в рамках чемпионата России мужской суперлиги встретятся ставропольцы «Динамо Виктор» и «Динамо» из Астрахани. Увидимся в спортивно-тренировочном центре «Лукоморье» города Буденовска в 7 вечера. Но, пожалуй, самыми богатыми на события за весь год станут грядущие выходные. 21 сентября отметим День города Ставрополя из Ставропольского края. И вот только небольшая часть самых ярких торжеств. В эту субботу в 15.00 приходите в Ставропольский краевой музей изобразительных искусств. В концерте камерного ансамбля «Элегия» прозвучат популярные эстрадные и классические произведения, посвященные любимому городу Ставрополю. А еще 21 сентября в праздничный день начнет работу Всероссийский марафон искусств «Солнце Ставрополья-2019». По улице 50 лет в ЛКСМ в краевой столице расположатся палатки с шедеврами рукодельниц. Для вас будут петь и танцевать профессионалы. Более того, всему этому научат и вас на мастер-классах. Проведите День края с пользой. Любителям театрального искусства точно стоит заглянуть в праздничный день в Ставропольский театр драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Там будет завершающий этап фестиваля конкурса «Театральный перекресток». Вы сможете увидеть лучшие спектакли от 26 лауреатов фестиваля. Детские и взрослые драматические спектакли, кукольные, музыкальные, литературно-музыкальные композиции. Репертуар весьма разнообразен от классики и современной драматургии до авторских работ. Где в той или иной степени раскрываются проблемы детей, молодежи и старшего поколения. Мероприятие завершится церемонией награждения. А пока одни театралы будут выступать на сцене, другие докажут, что для актеров вся жизнь театр. У входа на Александровскую площадь Ставрополя начнет свое шествие фестиваль уличных театров. Это будет театрально-цирковое шоу под аккомпанемент оркестра шотландских волынок и барабанов. Яркая кампания клоунов, ходулистов, актеров, гимнастов пройдут до Крепостной горы, где всех гостей фестиваля ждет пиротехническое шоу уличных театров со всей России. А Ставропольский кукольный театр специально к празднику подготовил подарок для всех зрителей. 21 сентября премьера спектакль «Бармалей». Новая постановка представит юным зрителям историю отрицательного персонажа, у которого появляется уникальная возможность исправиться. Малышам будет полезно знать, что даже самым явным плохишам всегда нужно давать второй шанс. И милосердие с состраданием – одни из самых щедрых чувств человека. Хорошо отметим день города Ставрополя и Ставропольского края. Продолжим праздновать и в воскресенье. В 11 часов утра библиотека для молодежи устраивает творческую встречу, книжный опен-эйр или театральные задворки. Каждый желающий сможет принять участие в интерактивных конкурсах, сыграть в игры. Вы сможете почувствовать себя в роли литературного героя. Узнайте рецепты любимых блюд авторов классиков, получите список рекомендованных для прочтения книг. Ну а после того, как вы проверите свою эрудицию и начитанность, отправляйтесь в Парк Победы и протестируйте свои спортивные способности. В это воскресенье в рамках Всероссийской акции в Ставрополе пройдет фестиваль «Наш выбор. Спорт». Это будет большой спортивный праздник для детей и их родителей, молодежи и всех тех, кто любит спорт и активный отдых. Показательные выступления и встречи с известными спортсменами, конкурсы и соревнования, мастер-классы и консультации специалистов, возможность попробовать себя в том или ином виде спорта, а также записаться в спортивные секции и кружки всех районов города. По следам дня города Ставрополя из Ставропольского края в библиотеке имени Лермонтова в воскресенье начнет работу выставка, посвященная великому русскому полководцу Александру Васильевичу Суворову, с именем которого напрямую связано основание города Ставрополя. Коллекция представленных книг будет охватывать самые разные аспекты жизни Александра Васильевича. Биографические данные, исторические очерки, эпистолярное наследие, а также работы, затрагивающие вопросы создания Ставропольской крепости. На Александровской площади 22 сентября заключительный в этом сезоне «Разумный вечер». Присоединяйтесь к Лиге интеллектуальной игры города Ставрополя. В этот вечер команды снова будут соревноваться в остроте ума и скорости ответов. Главная тема – родной Ставропольский край. Ну и под занавес выходных прекрасная музыка. В Невиномысске в это воскресенье выступит Илья Мелещенко, знаменитый певец родом из Ставрополья. Он родился в Буденовске, выступал в составе кубанского казачьего хора. В рамках сольного концерта Илья исполнит арии, романсы и народные песни. Ну а мне остается рассказать, что сегодня вечером и на выходных будет у нас на СВМ-ТВ. В 18.15 программа «Прямой эфир». Тема пятничной беседы – мусор. В 18.55 прямая трансляция гандбола. В Буденовске играют команды «Виктор» и «Динамо Астрахань». Это четвертый тур мужской гандбольной суперлиги. В 19.30 новости – открытие памятника «Симашка», тема ЖКХ и выставка племенных животных и птицы. Об этом и не только в новостях на своем. В 22.00 художественный фильм «Лимб». На первый взгляд Лиза, ее младший братик и их родители – самая обыкновенная семья, ведущая спокойный образ жизни. Но никто, кроме девочки, не подозревает, что они проживают один и тот же день уже не первый раз. Идем далее. В субботу с 9 утра и до 10 вечера – День города Ставрополя и День Ставропольского края на своем ТВ. А в воскресенье в 21.00 художественный фильм «Большая игра». История подростка, который один день и одну ночь должен провести в глуши. Ну что же, сегодняшний полдень подходит к концу. Я с вами прощаюсь. Желаю вам отличной и легкой пятницы, интересных, а главное – теплых выходных. Напомню, далее в эфире новости на своем, так что не переключайтесь. Увидимся. День добрый. На часах 13.00 и в прямом эфире новости на своем. Меня зовут Никита Шишков и вот о чем расскажем. Синьоров-помидоров, выращенных на Ставрополье, станет еще больше. В Солшнодольске открылась вторая очередь тепличного комплекса. Все подробности в сюжете. Как обстоят дела на ставропольских карьерах? Этим заинтересовались эксперты ОНФ. Репортаж Вадима Маскаленко. Решил незаконно приодеться. В Есентуках задержали свитерного грабителя. Теперь подробнее. День края уже завтра. Торжества обещают быть очень яркими, особенно в региональной столице. Ставрополь традиционно отметит еще свой собственный день рождения. Городу исполнится 242 года. Все уже практически готово к празднику. Из самого заметного пройдет авиашоу боевых самолетов, которые уже наделали много шума накануне. Финал конкурса «У меня есть голос», выступления звезд эстрады Владимира Преснякова и Юлианы Карауловой. И, конечно, многое другое. Главное, чтобы погода не подвела, но на всякий случай завтра лучше оденьтесь потеплее. Будет большой, яркий, красочный праздник, посвященный Дню края, Дню города Ставрополя. Все, что было запланировано в программе, все состоится. Маленький нюанс детского мероприятия «Скрепостной горны» переносится во дворец детского творчества. А так все по программе. И концерты, и показательные выступления стрижей, и выступления звезд, и фейерверк, и шоу на фонтане. Все, все пройдет, как и запланировано по программе. А в Михайловске сегодня проходит вторая часть сельскохозяйственной выставки «День урожая». Свои достижения демонстрируют все территории Ставрополья. А губернатор Владимир Владимиров ознакомился с экспозицией. Почти три часа он общался с руководителями хозяйств, которые выращивают овец, кур, индюков, лошадей и коров. Особое внимание в крае и на самой выставке – молочному животноводству. Его субсидируют из краевого бюджета. Сегодня прирост производства молока в регионе 5-7% в год. Мы всегда были в сельскохозяйственном регионе. Я имею в виду сейчас только в части вопросов животноводства. Растеневодство – хорошо, овощи – все достойно, все замечательно. И там эти темпы, которые есть, они нас устраивают. Поэтому, конечно же, здесь необходимо нам еще. Поэтому есть такая хорошая, мне кажется, нормальная злость на то, чтобы улучшить результаты и по молоку, и по мясу. И еще о сельском хозяйстве. Ставропольские помидоры продолжают завоевывать российский рынок. Есть планы и на зарубежную экспансию. А чтобы сочной и спелой продукции хватило всем, в крае продолжают возводить современные тепличные комплексы. Один из крупнейших – в Солнечнодольске. Как идут работы на строительной площадке второй очереди теплиц проверил накануне глава региона Владимир Владимиров. А заодно внес и свой вклад в будущий урожай томатов. Какой именно, знает Ирина Ивановская. Если на открытии предприятий принято разрезать ленту, то для теплиц символичным будет высаживание первых семян. В подготовке будущей рассады поучаствовал и глава Ставрополья Владимир Владимиров. Он во время рабочей поездки осмотрел строящийся в Изобильнинском округе комплекс по производству овощей в закрытом грунте. Торжественный момент. Мы высаживаем первые 19 томатов. Новая тепличная очередь. Через три месяца эти семена томатов вместе с сотнями других, но уже в виде рассады, займут свое место в новых теплицах. Условия, в которых они будут расти, создают умные технологии. Они поддерживают нужный микроклимат. Система зашторивания бережет растения от избыточного солнца. Интеллектуальное досвечивание восполняет недостаток света в зимний период. А затем, чтобы томатам хватало микроэлементов, следит специальная программа. Система полива подкормки осуществляется при помощи вот такой вот иглы через систему трубопроводов с растворного узла, где готовится питательный раствор. Она поступает к каждому растению индивидуально в той порции, которая ему необходима на определенное время, в определенный момент роста. Раньше для опыления томатов требовалось потрясти стебель. Сейчас же эту работу выполняют маленькие помощники. Вот такие вот шмели. Для опыления одного гектара томатов требуется порядка 6-7 ульев. Томатные заросли, которые раскинулись в Солнечнодольске, охватили почти 30 гектаров. Вторая очередь строящегося комплекса увеличит эту площадь вдвое. Производство добавит сначала около 20 тысяч, а затем и все 40 тысяч тонн овощей в год. А это увеличит долю, которую край уже занимает на томатном рынке страны. 16% рынка заняли сегодня томатов. Как минимум мы хотим довести до 30%, чтобы самим уже диктовать условия рынка. Знаете, чтобы не сети им диктовали, какие у них там цены должны быть, когда они должны скидки делать. А все-таки, чтобы наши производители могли диктовать условия сетям, обеспечивать опять-таки доступные продукции Ставропольский край, Ставропольчан. Ну и, конечно же, обеспечивать рабочими местами. Впрочем, и эти две очереди всего лишь половина всех овощных территорий по проекту. Мы сегодня закладываем семечку на вторую очередь. Параллельно идет строительство уже третьей очереди. Уже завершены земляные работы, уже свайное поле, поставки конструкций идут. Это третья очередь, не за горами, а четвертая. После завершения строительства всего комплекса площадью в 120 гектаров, томатному производству потребуется около 2,5 тысяч сотрудников. Это хорошее подспорье для местных жителей, отметил глава региона. Да и инвесторам край может предложить конкурентные преимущества. На Ставрополье много солнца, и это позволяет снизить основные затраты на производство овощей закрытого грунта. Растениям нужен свет, нужен фотосинтез. Это напрямую влияет на урожайность, это напрямую влияет на капитальные затраты, на мощность системы досвечивания, на операционные затраты. Не менее важная причина – это те условия, которые нам создают здесь региональные власти. К слову, на наш край у инвесторов большие планы. Томаты из теплиц, которые расположатся в Минераловодском округе, будут самолетами отправлять в страны Персидского залива. А затем, как растут помидоры, наблюдали Ирина Ивановская и Константин Шелябин, Ставропольское телевидение. К другим темам. На Ставрополье с 2020 года начнут работать суперсервисы. По таким амбициозным названиям скрываются действительно удобные для пользователей разработки. То есть можно будет, не выходя из дома, в онлайн-режиме решить множество вопросов. Хотя ранее для этого нужно было идти в МФЦ, либо другие госструктуры. Со следующего года заработают такие сервисы, как поступление в ВУЗ онлайн, подача заявлений в правоохранительные органы, переезд в другой город, обжалование штрафов онлайн и пенсия онлайн. Об этом сообщает региональный Минпром. А владельцы карьеров по добыче полезных ископаемых все еще не доплачивают налоги в бюджет. Выходят за границы своих земельных участков и не горят желанием их рекультивировать. Это заинтересовало и экспертов Общероссийского народного фронта. Они провели круглый стол по этому поводу. У общественников есть реальное решение, как вывести из тени бизнес, в котором крутятся миллиарды рублей. Вадим Маскаленко выслушал идеи. На Ставрополе десятки карьеров, где добывают песок, гравий, щебень. С помощью этих природных богатств наш край обновляется. Укладывают дороги, строят дома, детские сады, школы. Так что добыча ископаемых дело, конечно, нужное, но не всегда законное. Чего только не придумают недропользователи, чтобы обойти закон и не платить налоги. Кто-то якобы копает пруд в личных целях, кто-то готовит площадку для футбольного поля. Оформлять работников по трудовому кодексу никто не спешит. И уж совсем редкое явление – рекультивация уже отработанных участков. Если выработал все природные богатства, будь любезен, восстанови почву, чтобы на ней можно было что-то выращивать или хотя бы пасти скот. В частности, в Кировском округе мало кто из копателей думает о судьбе земли. Для нашего района вот эти врушенные карьеры, это все-таки представляет очень большую такую проблему. И мы сами ее не решим никогда. В этом постарается помочь Минприроды края. В целом, зеленое ведомство за последние годы стало эффективнее бороться с нелегалами. За последние пять лет нашей работы Министерство природных ресурсов в бюджет Ставропольского края своей работой принесло 200 миллионов рублей, около 200 миллионов рублей. Это разовые платежи, это НДПИ, налог на добычу полезного ископаемого. Свои идеи предлагают и эксперты ОНФ. Касаются они контроля. Дело в том, что копатели зачастую не стесняются выходить за рамки участков, которые им предоставлены. Должна помочь в этом новая система мониторинга. Своеобразная онлайн-карта, некий сайт, которым сможет воспользоваться любой желающий. И все это привело нас к такой мысли о создании открытого источника информации, где каждый бы из жителей Ставропольского края, вообще Российской Федерации, мог бы посмотреть, а где находится тот или иной лицензионный участок недропользования. Сопоставить его с актуальными космическими снимками, чтобы понять, а недропользователь соблюдает все условия лицензии или нет, не выходит ли он за границей. Кстати, не сидят сложа руки и чиновники на местах. В Кочубеевском районе 45 карьеров. Нелегальных уже нет. Остаются отдельные проблемы с отдельными недропользователями, но все решаемо. Главное, подход изменился. Без документов в районе не заведется ни один экскаватор. Главная цель, которую мы доводим до недропользователей, до собственников предприятий, необходимо оформлять документы в установленном порядке. Сначала оформить документы, затем приступай к добыче, затем приступай к разработке участка. Мы в данном случае выступаем помощниками официальному бизнесу в оформлении документов и в том, чтобы действовать в соответствии с требованиями закона. Если же кто-то нас не слышит, мы просто обязаны привлекать их к ответственности в установленном порядке. Таким образом, в крае продолжается поиск компромисса. Как и добычу сохранить, и природе не навредить, и казну налогами пополнять. Вадим Москаленко, Николай Попов, Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. И о происшествиях в Ясентуках мужчина бесхитростно и нагло обворовал магазин одежды. Все действие запечатлели камеры видеонаблюдения. На записи видно, как в магазин заходит мужчина, хватает охапку свитеров и скрывается. Полицейские уже установили личность злоумышленника, его задержали. Мужчина дал признательные показания. Украденные вещи планировал продать, а деньги потратить на приобретение наркотических веществ. Возбуждено уголовное дело. А жительница Ставрополя у себя дома обнаружила необычного зверька. И разместила его фото в социальных сетях. Крошечное, мохнатое существо, по ее словам, в длину не больше 5 сантиметров. Напоминает мышь с вытянутым носом. Как выяснилось, пушистым героем фото оказалась землеройка. Зверек понравился интернет-пользователям, которые назвали его милашкой. А вот житель Светлограда запечатлел на фото скалопендру. Ее размер вдвое больше предыдущего персонажа – 11 сантиметров. И уже не вызывает приятных впечатлений, как землеройка. Многие комментарии сводятся к слову «бр». И на этом все. Еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех соцсетях. Следующий выпуск в 15.30. Меня зовут Никита Шишков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok